Лего Дакта 1030 Попробовал решить эту проблему хотя бы в миниатюре и собрал вот такой вот опытный образец, на который мы сейчас посмотрим. Для того, чтобы конструкция пережила возвращение из отпуска, я разобрал ее на составные части. Некоторые конструктивные решения могут выглядеть странно. Например, вот эти зубчатые рейки стоят здесь просто вместо плейтов, потому что плейты все закончились, в этом наборе их немного. Ну а, например, вот эти две шестеренки это жесткое соединение для двух осей. Раньше в Лего не было соединителей жестких для осей, ну как раньше, 35 лет назад. В наборах такие карданы использовались, чтобы соединять оси, но это не жесткое соединение. По-моему, в наборе 88-68 они как раз применялись. Ну а мне надо было соединить оси жестко, и вот так вот я придумал. Вставил пины в шестеренки и вставил с двух сторон оси. Ну что, давайте попробуем собрать, что я тут придумал. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а эти детальки нам пригодятся для опытов. Итак, что же у меня получилось? Это как бы двухместная качелька, и здесь у нее есть столик, который всегда остается в горизонтальном положении. Механизм работает благодаря грузику. Одна степень свободы у качели, и, соответственно, одна степень свободы у столика. Сейчас попробуем это продемонстрировать. Положим одну детальку как бы на качельку, а вторую детальку на столик. Теперь главное аккуратно все это делать. Я сделал специальную ручку. Видите, что столик остается в горизонтальном положении, а с качельки сейчас у нас деталька упадет, упала. Естественно, в обратную сторону тоже это дело работает. Похожий механизм я собирал, когда делал систему самовыравнивания для своей марсианской буровой установки. Там тоже был подвешен грузик, и он играл роль датчика отклонения от горизонтали. На первый взгляд все просто и эффективно, но я предлагаю вам подумать, будет ли на самом деле такая конструкция вот прям так идеально работать. Допустим, что у нас есть идеальный подвес, подшипники без трения, то есть столик точно всегда будет в горизонтальном положении. Поставим на этот столик кружку с водой, так чтобы она не ездила по нему, там может быть какое-то углубление, но не важно. Кружка стоит на столике и тоже всегда находится в горизонтальном положении. Ну и теперь нальем в эту кружку воду до краев и начнем раскачивать качель. Пишите в комментариях, что будет по вашему мнению с водой, будет ли она расплескиваться или нет. Считаю, что система подвеса идеальна, как я уже сказал. Ну и если по вашему мнению такая конструкция не спасет от расплескания воды, предложите свою, которая будет идеальна. Ну и на сегодня у меня все, жду ваших комментариев и до скорого. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok